Про команду тема. Я знаете, как в жизни команда ассоциируется у меня со спортом. Я вообще очень люблю смотреть спортивные соревнования, переживать, болеть. Я сама занималась баскетболом, победы и поражения мне знакомы. Поэтому вот если сравнить компанию Мэйтан со спортом команды, то в компании Мэйтан еще больше сплоченности, еще больше поддержки, еще больше взаимовыручки. И это постоянный личностный рост, это постоянно результаты и финансово, и морально очень-очень приятные примеры жизни. В 2014 году нашему РВЦ было 10 лет, то есть я сама с 2004 года работаю в компании, и Людмила, Любовь Александровна сказала, что приедет к нам на семинар. Для меня это было так волнительно, ответственно. И вот знаете, какое-то состояние растерянности что ли какое-то было. И здесь я кидаю клич, я тогда уже была в президентском совете, девчонки, кто поможет, кто приедет ко мне на семинар поддержать. Это, знаете, было настолько, ну как сказать, я не ожидал такой поддержки. Во-первых, приехала Ольга Анатолина-Ваблева, топ-лидер компании Мэйтан. Это город Москва. Санкт-Петербург, Наталья Воробьева. Челябинск, Наталья Лазарева и Татьяна Денисова. Людмила Березовая. Я, вот если сейчас говорят, у меня прошел вообще семинар на одном дыхании. Все были настолько рады, довольны. А я внутри ощутила вот эту поддержку, и я поняла, что вот эта большая команда, которая у нас сейчас есть, она настолько сплоченная. И я понимаю, что если вдруг меня пригласят в любой город, да я, конечно, поеду. Я обязательно поддержу. И поэтому всегда на своих семинарах я говорю, вы не бойтесь обращаться к лидерам за помощью, за каким-то советом. Может, какой-то семинар нужно провести, может, какую-то тему рассказать. Это очень классно и здорово. Это показательно. И главное, что в компании Мэйтан это все есть. Ну вот, такой пример из жизни. Ну, а вообще, если берем вообще просто любую команду, то есть в любой команде есть организатор, ну, назовем его лидер. Вы это все знаете, да, вот по примеру, как сейчас идет у нас семинар, марафон. Вот, и у каждого есть у вас организатор, лидер, да, командир, вот. И вот этот человек, который берет на себя ответственность, он первый, он всегда действует первым и всегда берет большую ответственность на себя. То есть без лидера команды не существует. Это нужно просто запомнить. И существует некое правило в жизни, которые, ну, кто хочет организовать команду, да, как бы правило для лидеров, я сейчас говорю. Это я ими всегда пользуюсь. У меня таких правил будет сегодня девять. Я потом их напишу в чат. Вот, ну, а первое правило, какое, какими я всегда пользуюсь, это приглашай в команду приятных тебе людей. Это очень важно. Далее, приглашай людей в команду с одинаковыми тебе ценностями. Либо человек, который приходит в команду, он поддерживает твои ценности. И третье, у любой команды должна быть одна большая цель. Часто говорят, ну, не часто, раньше очень часто встречалась такой разговор. Вот он у меня наставник, я на него работаю. Нет, дорогой, ты через команду, ты просто решаешь свою личную цель. И поэтому в любой команде есть одна большая цель. И есть маленькие цели у каждого человека в этой команде. Вот тогда получается очень слаженно, здорово, результативно. Тоже закрямил пример из жизни, он такой немножко юмористический, но он мне очень нравится, он дает, запоминается хорошо. Например, я решила пойти в баню, организовать такое мероприятие, пойти в баню. У меня есть подружка там Таня, Людмила, Ирина. И я подумала, Татьяна любит чай с травками, там Ирина любит разные венички, Людмила любит пиво с рыбкой. Вот я звоню и говорю, Татьяна, я тебя приглашаю в баню. Ты чай с травками сама принесешь или мне приготовить? Она говорит, я сама принесу, я еще и мед принесу. Отлично. Звоню Ирине, Ирина, ты любишь париться? У меня два веника, и березовый, и дубовый. Она, о, конечно, я иду с вами, точно я буду. Звоню там Людмиле, говорю, вот я знаю, что ты любишь пиво в бане. Тебя позаботится или ты сама это сделаешь? Она говорит, слушай, я так занята. Давай ты это сделаешь. А я обязательно с вами приду и вместе пообщаемся. И вот смотрите, большая наша цель, мы все пришли в баню, да? Но каждый там получил свое удовольствие. Кто-то попарился, кто-то попил чай с травками, кто-то пиво, кто-то что-то. Но вот это общение, и все ушли оттуда максимально удовлетворенные. Поэтому, когда организуется команда, обязательно должна быть общая цель, и у каждого должно быть еще свои маленькие цели. Что он хочет реализовать здесь? Это просто помощь получается. Четвертый пункт, который бы я хотела обозначить, это называется «будь в тренде». Это, знаете, с позиции «будь интересен», «развивайся», «будь на ступеньку», «узнай больше», «делай больше», «умей больше». Скажу честно, это очень такой хороший пример. В 2004 году, когда я пришла в компанию «Мы там», мне было уже за 40. И, понятно, я стала приглашать людей, и стали подтягиваться люди моего возраста, либо чуть постарше. Было все замечательно, хорошо, но я чувствовала, не хватает энергетики, вот не хватает какого-то драйва, еще что-то. Мы все душевно, все замечательно, но чего-то не хватает. Я поняла, не хватает у нас молодежи. То есть на тот момент получается, что кто-то живет своей жизнью, кому-то интернет вообще не нужен, а жизнь-то меняется. Входит интернет, входят вот эти вайберы, ватсапы, еще что-то. И я понимаю, что мне для того, чтобы у нас был движуха, мне нужна молодежь. И я стала, ну, как бы обращать внимание, а что они хотят, чем они занимаются, что они слушают, вообще, что им интересно. То есть, изучая вот это, ко мне стали подтягиваться более молодые люди. И вот на сегодняшний день я прям смело, мне все спрашивают, у тебя такая молодая команда, я говорю, а как же я сама молодая, поэтому у меня команда молодая. Это, конечно, в шутку, но смотрите, из 17 руководителей офисов, 12 у меня девушки, которые возраст от 32 до 45 лет. И вот на сегодняшний день в моей команде 7 членов клуба «Биллионера», и 2 из них, это молодые, им по 34, по 35 лет. И, понимаете, тут ты должен четко понимать, у молодежи, у них свои какие-то правила, своя жизнь, и надо присматриваться, прислушиваться. Вот они что-то рекомендуют, посмотреть на это с позиции, может это пригодится, может как-то это подстроить. И получается, вот сейчас у нас в команде, допустим, я делюсь жизненным опытом, они учат меня в тех же работах, в соцсетях, как правильно составить, как правильно записать вот эту всю работу. И у нас вместе получается очень замечательно и дружно, а главное активно. И, конечно же, я понимаю сама, что мне нужно всегда быть на ступенечку выше, то есть где-то какие-то марафоны проходить, какие-то обучения. Я, честно говоря, например, второй год хожу в школу скорочтения, но не для того, чтобы мне быстро читать, а для того, чтобы развиваться. Там же ведь очень разные направления, мне, кстати, очень нравится, потому что приходится, ну, разные там моменты, там она очень интересная, но я заметила, что я быстрее изображаю, реагирую как-то по-другому, смотрю на ситуацию с разных сторон. Вот, поэтому четвертый пункт – путь в тренде. Следующий пункт. Надо хорошо помнить, что команда формируется постепенно. Вот не бывает так, что к вам набежали люди, и все – это команда, и все замечательно. То есть люди появляются постепенно в команде. Кто-то энергичный, кто-то более спокойный. И надо просто уметь подождать какое-то время, кто как проявится. Ну, как начать работу в команде – это совсем другая песня. Вот, сейчас просто к чему? Доверяйте больше, делегируйте полномочия. Вот Наташа очень хорошо сказала, что я сначала все делала сама. Это все делают так, лидеры. Начинают делать все сами, и потом начинают, как бы, делегировать уже. И когда начинаешь сразу делегировать, у человека появляется ответственность. Здесь очень тонкая такая линия. Нельзя навязывать или приказывать, или вот как-то выходить, что ты вот обязан что-то сделать. Либо убедить человека, что он должен это сделать, либо чтобы дождаться, пока он сам примет решение. Если он сделает это через силу, у него не останется приятных впечатлений, и это будет его тяготить. Вот, поэтому умейте ждать, чуть-чуть пройдет время, и действительно все будет по-другому. Следующий пункт, шестой – это традиции. Придумайте у себя в команде традицию. И ежегодно это делайте. Это очень здорово спасает. Вот эти неформальные обстановки, люди общаются, люди видят совсем с другой стороны своих партнеров, то есть знакомятся. Вот, например, в мае месяце, допустим, День здоровья. И все будут ждать этот День здоровья, придут с семьями, с детьми, какие-то соревнования, шашлычки. И все это здорово, потому что это объединяет эту команду. У нас, например, очень давно, ну, может, лет 14 назад, или, может, 13, мы первое мероприятие такое сделали – это Новый год. В начале декабря мы празднуем Новый год. И, знаете, с каждым годом у нас все больше и больше становится людей. И вот мы обычно празднуем это в ресторане. Это получается не очень дорого, но очень красиво. И уже вот прошлый год у нас не получилось, так как была пандемия. Люди, знаете, настолько ждут, и когда говоришь, что билеты заканчиваются, потому что, ну, посадочных мест не очень много, ну, по крайней мере, 80 человек входит, большого ресторана не может найти такого, чтобы на стол. Я думаю, было бы больше сотни – это точно. Поэтому традиции могут быть любые. Сделайте день рождения своего офиса, сделайте какой-то праздник, я не знаю, накануне Рождества какой-то праздник, да, допустим. Ну, что там еще можно? 8 марта, корпоративный какой-то. Но это должно быть в одно и то же время. Ну, число, конечно, разное, не может быть одинаковое. Но у вас появится вот это состояние ожидания, и вы к этому готовитесь, будете все лучше и лучше. И команда будет этого ждать, потому что, ну, правда, ведь всегда же на праздниках даешь признание людям, от этого становится на душе хорошо, и ты понимаешь, что ты в нужном месте и с нужными людьми. Следующий пункт, седьмой, традиции были – благодарите всегда. Вот, знаете, есть такой момент, дал какое-то задание, ну, такое небольшое, человек выполнил, думаешь, ну, он же пустяковое задание. Всегда благодарите, если он выполнил это задание, потому что для него, может, это было трудно. Ну, например, он что-то убрал, какой-то свой пункт плана, что-то по-другому сделал, еще что-то. Он сделал хорошо, легко, замечательно, еще что-то. Вот эта благодарность, она, во-первых, у него обязательно будет в душе, и она вернется вам, прям с торицей. Вот, и восьмой пункт, он тоже к этому подходит – поддержка. Знаете, в команде бывает такое, что люди очень скрытные. Вот у него что-то творится где-то там, да, а он это не показывает на виду. Я сама такая. Поэтому, когда видите, все равно по голосу, по поведению, по каким-то действиям, видите, что-то не то, нужно обязательно достучаться, прийти к человеку, вызвать на разговор, помочь ему, может, на ситуацию с другой стороны посмотреть, может, как-то поддержать физически, может, какими-то действиями поддержать. Но вот эта поддержка, она как раз даст потом очень-очень большой, хороший результат. Следующий пункт, который я бы хотела вам осветить – это визуализация. Вот я как бы технически такие моменты все осветила. Визуализация – это понять, какие вам люди нужны в команде. И вообще, мальчик – это девочка, возраст какой у него, какое образование, какая по энергетике. Это я к чему? Тоже давно это было. У нас в Майтан как-то была такая карта большая. Значит, нужно было, господи, коллаж сделать желание. Вот. И я все думала, как бы мне что-то нарисовать, сделать, осветить это все. И вот однажды в каком-то журнале у меня попалась фотография группы людей молодых, знаете, лет, может быть, такие 30-40, вот такие там мужчины, женщины были. Но вот картинка прямо вот замечательная. Я такая думаю, вот, а я там наставник в середине. Приделала фотографии туда. И просто, ну, одно время еще думаю, ну, должны же притянуться. Я же вот коллаж сделала этот. Прошло какое-то время. Я, конечно, забыла эту картинку. И когда вдруг я на нее наткнулась, я вдруг поняла, что как раз в команде у меня примерно такой возраст молодежи. Понимаете? Но эта молодежь-то какая, не просто они, допустим, клиенты или консультанты. Это люди хотят, которые хотят строить бизнес. И у меня много таких девушек, которые уже достигли хороших уровней, лидеров компании. И я горжусь, что это я их вырастила. Я им помогла вырасти. И они достигли хороших результатов. Поэтому визуализация, какой тебе человек нужен. Вот это будет, кстати, домашнее задание. Я сейчас немножко расскажу еще. То есть смотрите, есть такой вопрос. Если ты подтягиваешь человека в команду, то кем я сам должен стать, чтобы привлечь этого человека? Ведь в команде идет обмен энергии и информацией. Если ты мне как бы не растешь и не можешь человеку чего-то дать, у тебя, ну и не подтянутся эти люди. Знаете, новички приходят и говорят. Мне вот такие вопросы задают. Я вот на них знаю их ответа. Я всегда им отвечаю. Вот знаешь, такие люди подтягиваются. Они будут тот человек задавать вопрос такой, чтобы ты порылся, посмотрел свой, вот где-то у тебя пробел есть, и ты его должен наверстать, сделать. Поэтому смотрите, в команде, когда мы говорим с вами, какие должны быть люди, ты должен сам, ну, как бы соответствовать тому, чего ты хочешь, да? Вот. Или чтобы дополняли друг друга. Вот я могу это, а он может вот это. Вот. Вот это очень здорово. И знаете, вот совсем недавно мне попалась книга, он называется «Куриный бульон для души». Их там много. Я, к сожалению, не запомнила название вот это, но там как раз была глава о любви. Суть это такая, это рассказы небольшого. Мужчина, значит, сыскал себе женщину. Вот. И он написал, представляете, 100 пунктов, какую он хочет видеть себе жену. Ну, то есть вот он написал. Я, честно говоря, сначала, ну, обалдела, думаю, ну, 100 пунктов, ну, что можно написать? И когда он прям поместил эти все пункты, вот найдите, прочитайте. Я прям немножко зачитаю вам. И, представляете, то есть он нашел такую женщину, женился, через три года, когда он чистил компьютер, вдруг наткнулся вот на эти записи. Я просто поняла, что когда мы пишем, какого партнера хотим, мы пишем очень, ну, слабенько. Ну, там светленький, добрый был, там возраст такой, чтобы это умел, это делал. А вот смотрите, если посмотреть с позиции, я прям зачитаю вам несколько таких пунктов, которые меня просто поразили, насколько широко надо смотреть вообще, широко. Смотрите, он пишет. Хочу, чтобы моя вторая половина была свободная. Дальше. Сильный характер, дружелюбно с людьми, любит приключения, стройное, интересное, с ней не скучно, остроумное, улыбчивое, живет идеями, хочет сделать мир лучше, занимается духовными практиками, креативно, не курит, нравится моим друзьям, внимательно ко мне, неревнивая, оптимистичная, стремится помогать людям, видит во всем хорошее, одевается со вкусом, не менее на нее приятно смотреть, мы с ней лучшие друзья. То есть это только вот чуть-чуть, но вот если вы прочитаете полностью этот, вы удивитесь, насколько тонко все подметено. И ведь действительно в нашей жизни нужны люди, для того, чтобы мы дополняли, вместе шли к этой цели и делали хорошее благо, да, вот как мы сейчас, как в компании, у нас идет миссия, да, мы оздоравливаем, мы нацию оздоравливаем, мы себя, близких, знакомых, и будущее поколение, которое растет, оно еще будет лучше. Вот, поэтому я желаю вам всем дружный команд, это первое. Второе, развивайтесь, личность нарастите, не стесняйтесь советоваться с лидерами, спрашивать советы, посещайте мероприятия. Вот у нас, кстати, командой, всегда мы выезжаем на день рождения компании в Барнаул. И это я не скажу, что просто, потому что это хлопотно. Ты берешь на ответ, заказать автобус, заказать нужно, ну, где переночевать, там, гостиницу или хосл, еще что-то, ну, чтобы все вместе приехали, организация-то. Но мы всегда приезжаем большой командой, ну, это 30 человек, самое маленькое, вот, и кто-то приезжает самостоятельно, но это настолько кайфово потом, когда ты встречаешься и ты видишь людей, как они по-другому смотрят на жизнь, на компанию, на все остальное. Поэтому всем вам счастья и дружбы больших команд. У меня все.